всем привет друзья привет но в детском отделе нижний новгород с почином ну конечно уже не почину 2 обзор уже снимаем на эту камеру дим как тебе техника я буду это понимать когда буду монтировать отрежать как красиво а тогда вы те это же мы первый раз снимаем в студии снимали ребят сегодня сейчас расскажем про все детские кроватки которые уже не относятся грудничкова икея возобновила наконец-то коллекцию я думаю многие уже воспользовались тем что купили буливер и снеглары мы вам покажем сейчас все что есть на данный момент в икее из кроваток начиная от возраста да там два плюс кто когда деток переводит из грудничковых кроватей уже во взрослую жизнь так первая кровать снеглар сначала покажем комплектации ребят это самая бюджетная кровать в икее размером 70 на 160 сам каркас кровати с бортиком стоит 4000 хороший матрас его рекомендую 3 500 речное дно 700 рублей без матраса комплектации стоит 4700 4 699 теперь давайте ее покажем я вообще за эту кровать она мне очень нравится мы были печально когда нам такой кровати не досталось то есть она вышла из ассортимента когда она соленая подросла но сейчас уже не вижу смысла шестилетнему ребенку это покупать она спит на большой кушетке хэмэс пойдем смотреть так здесь стандартное речное дно лурой 70 на 160 чупики стопорки про них не забываем многие забывают их ставить когда собирают а потом говорят куда у них убегает речное дно значит смотрите снеглар стал лучше по качеству ребят полностью из массива бука но в спинке кровати есть куски двп и буквы березы буквы шпон березовый шпон это сейчас я покажу а вот это вот сама основная часть вот эти все боковые обвязки это бук единственная дим вот с той стороны зайди он с клейкой дом с и что он будет то есть вот такие места но поверьте это ненесущие части даже если попадет куда-то сюда но опять же у вас есть гарантия 2 года здесь у нас фанерка бумажка бумажка фанерка так дальше сам бортик бортик можете ставить с любой стороны классные подушки новые появились новинки в икее хоть каждую неделю снимание все равно приходит так пойдем покажем это изголовье там было из ножей это изголовье то есть все то же самое буквы обвязка планетка дсп и вот сам бортик бортик небольшой но его в принципе достаточно для того что когда ребенок переходит из взрослой кроватки в детку из детской более взрослую чтобы не укатиться дим вот поближе на бортике покажи поверху склейку то есть не забываем до что и за эти деньги кей дает клееные и знаю что многие берут на вооружение у кого нет например икеи рядом и доставку очень дорого выходит просто обращается к местным мебельщикам и по инструкции кей и им делают точно такие же кровати потому что на самом деле кровать проще некуда и адекватные деньги смысла платить больше я не вижу клиенты у нас перекрашивали и так про раздвижные кровати которые остались в ассортименте отдельно рассказывать не буду отсюда дима добавить ссылку на обзор с раздвижными кроватями посмотрите мы сейчас продолжим именно те кровати которые появились дополнительного ассортименте следующая кроватка гулливер сейчас начало покажем ценник пойдем матрас рекомендую только underlake хороший пенополиуретан адекватная цена нормально плотность комфортно спать гулливер каркас кровати с бортиком стоит 7000 реечное дно 1000 и 3500 стоит сам матрас фишка гулливера во-первых это мини-кушетка бортик в комплекте для деток это помладше здесь уже хороший полноценный бортик это тот же бортик викара знаю что некоторые кому прям совсем-совсем нужно чтобы ребенок не перевалился ставить еще дополнительный бортик викара его подрезаем теперь давайте по самому материалу а какие нюансы возникают у гулливера всю кровать разбирать не охота красиво убрано пойдем сюда такая же буковая обвязка как у книгла речное дно точно такой же чё питью вот само покрытие примерно ребят как у хэм на сокушеток соответственно если его не юзать ничего не тереть зубами не грызть норм но это дети про это не забываем это детская кровать и вы не будете контролить ребенка как он там спич он с ней делать сразу скажу оттирается все хорошо по качеству покрытия сейчас нареканий нет бывают вот такие моменты дим пойдем поближе это нюансы самого материала но ничего страшного нет браком это не является если вам совсем критично можно чтобы икея вам это заменило значит теперь давай а вот смотрите даже нельзя вот как смятость такая небольшая боковины кровати массив бука столбик массив бука то есть сейчас полностью гулливер стал ребят из бука я считаю кровать охрененная печалит меня что нам она тоже не досталось я прям вижу как она у нас в детской стояла бы но сейчас нет смысла иди сюда давай вот на эту сторону смотрите по матрасу потому что я думаю вопрос возникнет почему рекомендую именно его ребят вот он по плотности такой же как малфор средней жесткости детям не надо ни плотнее не тоньше то есть он нормального сменания здесь вот этот вот легкий массажный эффект единственно конечно не ужасно не нравится новые на матрасники детские это не на матрасник это какая-то полиэтиленовая пленка тихом да да и присяду посмотрите вот я взрослый человек сажусь видно подо мной особо он не проминается то есть нет вот этого эффекта смяти что вы сели и он у вас провалился вот сюда к боку поэтому сидеть очень комфортно даже смотрите детеныш лежит и сесть рядом почитать книжку по ножке погладить вполне возможно когда ребенок подрастает вы нафиг убираете вот этот бортик он очень легко снимается и у вас получается клевая кушетка плюс вот этой боковушки у вас обои будут чистые дадим чисто будет до уровня до уровня дальше как обычно дальше как обычно но детки все разные это наши с тобой 2 хрюшки вот поэтому для меня вот сейчас на текущий момент это идеальная кровать в ассортименте икея и хватит но опять же да как дети растут просто смотрите если у вас уже ребенок метр там пятьдесят это бессмысленно потому что у вас порядка 20 сантиметров даже больше съезд подушка подушка у нас 50 на 70 то есть только до съедает но опять же кто как спит алена примера вообще без подушки поэтому где бы ты кровати хватило надолго потому что кушетку хам на свеки немецкая так пойдем еще покажем одну кровать здесь пропускаем сундвик в двух цветах они есть в том обзоре про который я вам говорила и идем показывать новую раздвижную кровать отдельно ее нет смысла выносить в обзор это кровать слэкт дим с какой струн вот сюда цвет белой березы сейчас все покажу расскажу давайте по ценникам во первых фишка кровать подай продается по частям изголовью 1500 сам каркас кровати 6 500 речное дно 900 рублей и раздвижной ватрас кстати вот тоже рекомендую раздвижных именно вимсик адекватный ценник дороже нет смысла покупать то есть без матраса получается комплектация кровати 8 899 тысяч давайте ее разбирать это тот же слэкт я его не видела ни разу у меня нет никаких отзывов и наработок по нему дмитрий юрьевич ну я общего тел картинку делаю общую и сейчас и покажем бог ну как раздвигать а шиши и значит разберем так сейчас покажу пойдем давай сначала по разбору здесь сюда ну что то же самое так вот речный вновь вы просто его съезжаете это уже новое крепление уже не такой человек а вот уже фиксатор прям хоро а вот о чем ты говоришь да всегда лучше он никуда уже не убежит вот он вот он прям пальчиком помещается смотри вот здесь два шурупа это стандартно как у мина на раздвижной кровати было у нас мы кстати от нее благополучно избавились прямо за недорого мы человеку ее продали так теперь давайте по самой кровати во первых классно да как обычно закругленные углы более вообще такие скругленные мягкие вот это чадим визуал покажи вот этот то есть если в принципе не смущает да вот этот выступ потому что он более группа грубее смотрится чем у других краба чем у сундвика и умена но при этом такой более до закругленные и визуально кроватка нравится боковушка береза вот это отдельное изголовье не знаю почему вынесли в отдельную продажу кто-то без заголовья кровать нелогично не знаю я бы палитру цветов добавил в детской да все-таки вот кроватку разве цвета имеется ввиду ну тут уж уж что есть пойдем теперь разбирать по материалу какие могут быть нюансы по слэкту при эксплуатации значит слэкт у нас двп и акриловая краска пластиковой окантовки так идем по крепежам покажу в принципе я же показывал то нет вот с этой стороны по рыхлости материала хочу показать с любой стороны вот да я не думаю что будет глобально крошится но тем не менее он как он это массив может быть крошит это не массив видоспышка боковые стойки нет боковые стойки это там у бульвербук здесь 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 по полностью здесь здесь по полностью так кстати изголовье еще белого цвета изголовье из березы и белый поэтому поэтому отдельно продают отдельно продается поэтому да так теперь давайте по комфортности потому что вот здесь все-таки бог ну вот здесь уже менее комфортно сидеть только либо с краю потому что толщина вот эта большая и получается что у ребенка всегда ноги будут вот на этой части поэтому знаю я в этой ситуации наверное больше за гулливер чем за эту новенькую кроватку но тем не менее альтернатива когда и вы не хотите металлическим мином когда вам не нравится более грубый сундук вполне имеет место быть и цена вполне такая адекватная разбирается давай как разбирается а как разбирается может показали шурупа раскрутила высину еще раз покажу я думаю допустила так нет как у всех кровати раздвижных фиксации раскрутил вытянул зафиксировал в принципе все тебе какая больше понравилось и в кому тут это конечно более такое смотрится поглушительный по фундаментальте мне больше гулливера нравится гулливер пожиже почему визуально даже как минимум не больше вот она уют не гулливера это можно из-за кушетку стел на вкус и цвет фломастера разные ребята ждет только на букву чего-то не смотри по самому по каркасу она вот и ну взрослый уже с опаской прекрасно ляжет в эту кровать оттуда взрослый не ляжет это метр 60 понимаю а вот допустим если хочет ребенок с мамой полежать если с мамой лежать и нужно нужно взрослой кровать в этой кроватке последний уже принципе на метр 60 не поместится наполовину бочком да но здесь в принципе да здесь нет из ножья и как бы можно вот и кровать она уже сама визуально подсказывает что человек когда лежит человек взрослый проблем никаких не будет где в с гулливером на самом деле никаких проблем нет это комфортная кровать единственное ограничение то что она только до метр шестьдесят и просилил искать мою мнению кей у каждую свое вот как обычно ребят кто какой кровати пользуется рассказывайте у нас долго была в эксплуатации мином белый мы ей очень довольны благополучно за недорого скинули сейчас старшая спит на ликс келя лёва с кресле младшая спит на кушетке хэмнесса чаще всего с нами на нашей кровати в общем ждем ваших комментариев как что что нравится что не нравится а мы пошли снимать дальше